Друзья, здравия! С вами я, Шевченко Александр, канал Академии Счастья. Сегодня говорим об осознанности и продолжаем видео об этом. То есть каждое видео — это, по сути, как медитация, наполненная любовью и счастьем. Поэтому давайте так и будем к этому относиться. То есть когда мы слушаем видео, смотрим его, кто-то слушает, кто-то смотрит, наполняемся любовью и счастьем. То есть в этом мой посыл. То есть за знаниями стоит еще и посыл любви, посыл осознанности. И в этом посыле самое важное. То есть это не просто информация, это ценный и важный компонент. И поэтому, когда смотрите видео, тоже наполняйте пространство любовью. Сегодня продолжим тему мироустройства, как справляться с этим на самом деле. Потому что я рассказал в одном из прошлых видео, как все устроено. То есть существует система глобального подавления. То есть это то, что называют теорией заговора, конспирологией, мировым правительством, бельгерским клубом. Ну и на самом деле Дэвид Тайк об этом много рассказывает. То есть есть много людей, много подтвержденных данных. И не просто это какие-то теоретические знания. Это видно, это чувствуется. Даже тот глобальный кризис, который сейчас нам предоставляют, это тоже часть воздействия вот этих вот сил. Поэтому, когда я говорю об этом, то есть это, ну скажем так, и опыт полученный в моей практике. То есть я занимаюсь духовным процессингом уже на протяжении 20 лет и помогаю людям выходить постепенно из-под этого воздействия. Да, потому что бывает такое, что человек, ну скажем так, чувствует, что что-то происходит с ним, но не знает, что. И когда он начинает проходить одитинг, он понимает, что вот причина именно в этом. То есть я когда познакомился с практиками одитинга, я увидел, что существует такая вещь, как ум, реактивный ум, который действует на основе стимул реакции. Вот такому уму дай какую-то красную тряпочку, скажи там, вот у нас вокруг все больные, это вирус, надо там прятаться. И все, и у него начинается реакция, он начинает прятаться, начинает сходить с ума, бояться за свою жизнь и так далее. То есть чувство выживания – это естественная потребность человека. И вот на нее и воздействует. То есть воздействует каким образом? В том плане, что жизнь человека, она состоит из, ну скажем так, всплесков и падений, да, то есть вверх-вниз, вверх-вниз. И вот играют на этом, да, то есть хотите вверх, вот вам волна, хотите вниз, вот вам волна. Вот, и каждый выбирает, куда ему двигаться. Да, кто-то вверх, кто-то вниз. И вот таким образом нас заставляют, скажем так, ну действовать неосознанно. Да, то есть дает нам какой-то стимул, а ум реагирует и все. И то есть не может, скажем так, вырулить в то пространство, которое, ну скажем так, ему необходимо. И происходит процесс, ну такой дегармонизации, да, то есть нарушается гармония, состояние человека постепенно ухудшается, он начинает чувствовать себя все хуже и хуже. Вот, и чтобы справиться с этим, важно понять, когда произошел этот процесс, то есть что произошло с человеком. И вообще, ну скажем, почему это произошло. То есть влияние вот этих вот, ну скажем так, можем назвать их условно злых сил, оно к чему стремится? Чтобы понизить осознанность человека и чтобы он не действовал во благо для себя и для других. То есть чем больше у него осознанности, тем лучше он может справляться с тем, что происходит с ним. И в этом состоянии у него, конечно же, больше шансов вырулить туда, куда необходимо. Вот, и поэтому, когда мы видим, что что-то происходит не так, важно понять причину этого состояния. Да, то есть откуда оно взялось, почему оно происходит. Вот, и когда мы эту причину нашли, то есть у нас состояние начинает улучшаться. То есть мы выясняем причину, потом проходим одетинг, то есть убираем тот заряд, который там накопился, и состояние постепенно восстанавливается. Вот такой способ взаимодействия. Да, то есть поэтому вот эти вот, ну скажем так, злые силы, как я их называю, да, то есть или те, кто влияет на нас, они хотят, чтобы люди были, ну, мало осознанны, чтобы они действовали так, как им говорят. То есть сказали им так, вот должны сидеть дома, сидите дома. Говорят, не выходите на море, там, на воздух, не выходите на улицу, это опасно. Вот они должны так, то есть это попытка, по сути, даже не попытка, а действия, направленные на разрушение. Вы должны это понимать, что если бы кто-то заботился о вашем здоровье, то просто бы никакие вирусы не создавались. Вот, а пока они создаются, пока люди хотят воздействовать на вас, вот таким образом это все и происходит. Поэтому будьте осознаны в этом, просто не играйте в эту игру. Вот, если вы хотите осознанно что-то сделать, то наполняйте пространство любовью, свое пространство прежде всего. То есть будьте в хорошем состоянии, делитесь позитивными новостями, не передавайте негатив, критику дальше, там, какие-то ложные данные. Даже если вы просто что-то услышали где-то от кого-то в новостях, пока вы сами это не увидите, не надо передавать это дальше. Потому что это приведет просто к распространению слухов. Будьте осознаны в своих проявлениях, да. Когда социальная личность, она передает в основном позитивную информацию. Если кто-то критикует, постоянно передает какие-то негативные информации, там, и, соответственно, не называет даже ее источник, бывает, не знает его. Ну, это обычно антисоциальная личность, да, и, соответственно, с ней лучше прекратить общение. Вот, поэтому осознанность это прежде всего. Осознанность заключается в том, что вы знаете, как действовать и куда идти. Если нет этого понимания, прислушайте себе, уберите заряды негативные и наполнитесь любовью. Вот, то есть в состоянии любви вы будете знать, как действовать, куда идти и зачем это вам нужно. Вот. В плохом состоянии, конечно, будет сложно действовать. Поэтому чем лучше ваше состояние, тем больше вы можете осознавать, что происходит с вами, какие вообще процессы происходят и почему это происходит. Вот, и, соответственно, когда убираете заряд, то вами манипулировать гораздо сложнее. Вот, поэтому будьте осознанны и наполняйтесь любовью. Вот, во благо для себя, для каждого человека, который, ну, как бы, есть вокруг вас. В этом состоянии осознанности вы можете двигаться дальше и наполняться еще большей любовью. Вот, помогать наполняться ею другим людям. Вот, и тогда счастье будет с вами, вы будете осознавать, что происходит, зачем это происходит. И когда это происходит, вы будете, ну, двигаться туда, куда нужно. Вот. И, соответственно, еще очень важный момент. То есть, помогайте вашим близким, родным тоже исцеляться. Да, потому что, когда они в плохом состоянии, они будут вам мешать, будут, ну, что-то делать, чтобы это состояние ухудшалось. Вот. Ну, то есть, имеется в виду ваше состояние, их состояние. То есть, два хороших состояния, это гораздо лучше, чем одно. Вот. Поэтому мы усиливаем друг друга, наполняем любовью и позитивом. И таким образом наше состояние улучшается, и мы двигаемся дальше на пути к осознанности, на пути к гармонии и позитивному состоянию. Вот, как бы, такой мой посыл. Поэтому, если вы хотите улучшать состояние, вот, Академия Счастья как раз создана для того, для активных, осознанных людей, которые хотят улучшать свое состояние и двигаться по пути к осознанности и счастью. Вот. Есть желание, то будем двигаться вместе, исцеляться, помогать друг другу. Вот. Все мои контакты будут под этим видео, вот, можете написать, написать в комментариях. То есть, любой, любой вариант возможен, как бы, как вам удобнее, пишите, там, любые сообщения, да, которые вам хотелось бы написать. Возможно, есть какие-то свои понимания по жизни, вот, и это будет здорово. Поэтому у каждого своя цель в жизни, да, но в целом мы объединены целью, это выживание для себя, для других людей, для всего человечества и, как бы, ну, для всей игры в целом. Поэтому, когда мы двигаемся на пути к выживанию, то мы помогаем друг другу. Если мы ухудшаем состояние, соответственно, начинаем болеть и умирать. Поэтому наша цель, как человечество, это вспомнить, что мы, это духовные существа, наполненные светом и двигаться вместе по пути духовного роста. Вот. Когда это происходит, происходит самое важное, происходит исцеление. То есть, мы становимся целостными, осознанными, радостными и помогаем друг другу в улучшении состояния. Вот. И, то есть, это состояние ведет нас по жизни, то есть, ведет к улучшению, к счастью, гармонии. И в этом состоянии гармонии мы начинаем двигаться все дальше, все больше. И, ну, вот, это происходит прямо как исцеление процесса. Поэтому будьте бдительны, не давайте себя одурачить, и все будет здорово. Вот. А мой посыл, он всегда оставался тем же, что чем больше у нас осознанности, тем лучше наше выживание, тем лучше мы можем двигаться к состоянию счастья и гармонии. Вот. Поэтому, друзья, всем желаю счастья и, конечно же, осознанности в этом процессе, нелегкое время, возможно, для каждого. Но, в целом, давайте будем помогать друг другу, помогать себе и исцеляться во благо для себя и для других. И, конечно же, это исцеление будет происходить и гармонизировать все пространство вокруг нас. То есть, наполняясь любовью, мы становимся счастливыми, радостными, гармоничными, и все происходит так, как нужно. Вот. Поэтому, если вдруг необходима помощь, какая-то консультация, пишите, набирайте, да, то есть, быстрее всего в Вайбере отвечу. Ну, можно в любой соцсети, в любом мессенджере писать, набирать, опять же, такие, то есть, нужна помощь психологическая. То есть, я подскажу там, ну, и потом сделаем сессию, вот, и проработаем состояние. Да, если видео понравилось, ставьте «нравится», подписывайтесь на канал, включите колокольчик для напоминания новых видео. И, конечно же, делитесь этим видео с вашими друзьями. Всем счастья, друзья, гармонии, до скорой встречи.